Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ключ к приготовлению хорошего риса для суши. Он делает рис клейким. Субтитры сделал DimaTorzok Повар раскрывает жабры. Они должны быть красного цвета и просвечиваться. То есть рыба должна быть свежей на вид. Он также внимательно осматривает рыбьи глаза. Они должны быть яркими и чистыми. По-моему, рыба наисвежайшая. Потом он протыкает кожу этого морского леща, чтобы проверить, твердая ли она. Если его все устраивает, он начинает готовить эту рыбу. Сначала счищает всю несъедобную чешую. Затем ножом с тонким односторонним лезвием он делает из этой рыбы филе. Лезвие очень острое, и этот нож легко режет эту хрупкую плоть. Повар срезает тонкие кусочки рыбной плоти, а голову выбрасывает. Затем он срезает плоть со скелета. Теперь, крепко держа филе за хвост, он отрезает плоть от кожи, стягивая эту кожу зигзагообразным движением. Благодаря этой технологии на коже совсем не остается плоти. Ни один ее кусочек не идет в отходы. С помощью специальных щипцов он вытаскивает все маленькие косточки. Затем он одним движением разрезает рыбу под углом. Если бы движение было пилищем, волокна были бы повреждены. В результате он получает ровный кусочек морского леща. Потом он снимает прозрачную внешнюю кожицу замаринованной макрели, обнажая серебристый подкожный слой. Красиво выглядящий подкожный слой добавляет суши эстетичности. Вдобавок это очень вкусно. Затем он режет филе тунца, которое было заморожено всего через несколько часов после того, как тунец был пойман. Это сохраняет мясо свежим. Поэтому, когда он растаял, из него можно сделать суши. Заморозка убивает всех находящихся в рыбе паразитов. Повар нарезает колечками зеленый лук. Он придаст суши из макрели особый вкус. Затем повар растворяет в воде порошок васаби и делает из него пасту. Специфический вкус васаби добавляет суши изысканности. Когда все ингредиенты приготовлены, пора скатывать роллы. Так что не переключайтесь. Из чего это сделано? Из чего это сделано? Мы уже увидели, как готовятся все сырые ингредиенты для суши. А теперь мы покажем, как опытный шеф-повар делает сами суши. Этот настоящий образец гастрономического искусства. Используя сочетание цвета, текстуры и вкуса, повар радует своим творением не только наш язык, но и глаза. Чтобы рис не прилипал к рукам, повар смачивает их водой. Он размазывает васаби по кусочку тунца и кладет на него шарик риса. В центре шарика он делает углубление, чтобы впустить туда воздух. Благодаря этому рис не сжимается, и он укладывает вокруг него рыбу. Это будет суши под названием нигири-суши. Повар делает нигири очень быстро, чтобы минимально касаться рыбы. Температура человеческого тела гораздо выше температуры в помещении. И если рыбу долго трогать руками, свежий вкус суши будет испорчен. Немного маринованного имбиря, чтобы очистить рот от других привкусов. И это суши можно подавать к столу. Для огуречных роллов или каппа маки, повар срезает кожуру огурца, делая из нее длинную широкую ленту. И останавливается, дойдя до мягкой сердцевины. Он разрезает эту ленту на две части и укладывает их одна на другую. Затем он режет огурец на тонкие палочки. Овощные волокна еще больше подчеркнут отменный вкус суши. Это поджаренная в духовке морская водоросль нори. Он кладет ее блестящей стороной вниз на бамбуковую подстилку. Легкими движениями он лепит рисовый шарик, чтобы, когда он будет переносить его на нори, рис и зерна не рассыпались. Ховар распределяет рис ровным слоем на нори, оставляя сверху небольшой свободный край. И теперь очередь этих искусно нарезанных огуречных палочек. Он кладет несколько таких палочек прямо по центру. Потом, взяв подстилку за один конец, он оборачивает нори вокруг начинки. Когда он сжимает рис, несколько зерен выдавливаются в незанятую рисом верхнюю часть. Но места все равно достаточно, и он полностью обертывает начинку нори. Мокрой тряпочкой он удаляет с обоих концов избыточный рис. Он кладет рядом две эти половинки и разрезает их на три части. Получается шесть кусочков. Все приблизительно одинаковой высоты. Теперь он делает урамаки, суши с рисом снаружи. Поэтому их иногда называют суши наизнанку. Он распределяет рис на нори ровным слоем и переворачивает его рисом вниз. Потом опускает палец в васаби и делает полоску из васаби посредине нори. На васаби укладывается тунец. Затем для контраста сырая красная рыба с кусочками авокадо. Он сворачивает покрытые рисом нори колбаской, заправляя его концы внутрь. Затем посыпает рис поджаренными семенами кунжута. Это приятно для глаз и улучшает вкусовые качества. Повар покрывает ролл полиэтиленом, чтобы на нем не образовывались выемки от подстилки. И еще больше его спрессовывает. Затем он убирает подстилку и нарезает вывернутый наизнанку ролл на порционные кусочки. Вывернутый наизнанку суши ролл был придуман в 20 веке в угоду людям с запада, которые предпочитали не видеть нори. И, наконец, последнее название в меню – ручной ролл, также известный как кемаки суши. Повар вталкивает мягкий рис в хрустящий нори. И по диагонали укладывает на рис следующие ингредиенты. Васаби, японскую пряность шисо и два кусочка тунца. Затем он оборачивает начинку нори, и она оказывается в рожке из этой морской водоросли. Теперь остается только все это подать. Когда речь идет о суши, то чем меньше, тем лучше. Если блюдо слишком украшено, это может отвлечь от главного компонента – рыбы. А простота как раз делает на ней акцент. Поверьте мне, я вас не обманываю.